Анатолий Мелиховец. Это имя на слуху творческих брещан уже не один год. Художник написал свою первую картину больше 20 лет назад. Признается, что в мире искусства он вращался всегда. Но всецело посвятить себя живописи смог только уйдя с престижной должности банковского работника. Анатолию стал узок мир цифр и экономики, да к тому же проблемы со здоровьем развернули его жизнь на 180 градусов. И в один прекрасный момент творчество взяло над ним верх. Врач сказал, что надо вам что-то, Анатолий Иванович, переделывать в жизни, потому что вы горите, куда-то надо направлять эту энергию. И можно сказать так, врач у меня просто рыбалкой займитесь, охотой займитесь, хобби, кораблики клеите какие-то. Я говорю, да я рисую. Да, замечательно. Пожалуйста, все. Я говорю, ну пойду на пенсию тогда займусь. Он говорит, нет, нет, надо не оставлять. И я познакомился волею случая с прекрасными художниками. В частности, я считаюсь учеником такой замечательной близкой художницы Тани Потваровой. Именно Татьяна Потварова оставила неизгладимый отпечаток в жизни Анатолия. Сегодня счет его работ уже идет на десятки. Это и портреты, и пейзажи, и натюрморты. Вот только подсчитывать свои детище брещанин не любит. Делает ставку на качество. А место для экспериментов в мастерской художника есть всегда. Мне больше нравится экспрессионизм. Последняя выставка, там немножко есть абстракционизм. Но экспрессионизм мне ближе к импрессионизму. Хотя мне нравится и импрессионизм. Другие стили направления, там реализм и прочие измы, мне как-то... Ну, я могу писать, но мне приходится себя ломать. Просто ломать физически. Я долго мучаюсь, я могу это сделать, кропотливо тружусь. Ну, я перемалываю себя, и я вижу, что моя душа и мое состояние просят совершенно другого. Поэтому на каком-то этапе, ну, я перестал себя заставлять, вот, и пишу то, что в данный момент у меня экспериментирую в душе. Кстати, мастерская Анатолия Мелиховца – это бывшая голубятня. Именно это место было выбрано не случайно. Старые окна излучают рассеянный свет, за которым так гонятся все художники. И если театр начинается с вешалки, то любая картина – с мольберта и холста. Это мольберт, он из мастерских союза художников, из Минска. Он неразобранный приехал ко мне в свое время. Он такой старый-старый, на нем, я не знаю, сколько работало людей. Мастерские делали такие мольберты, они как бы... Ну, мне он очень нравится, он со своей историей. Холст, холстный подрамник я заказываю, натягиваю я сам. И грунтую, все сам. Я люблю шершавые такие холсты. Далее выбор кисти и палитры красок. Самое главное в этом деле – внимательно рассмотреть все светотени, говорит Анатолий. В данном случае объект внимания – яблоки на ткани. Кстати, фрукты художник покупает на рынке всегда у одного продавца. Именно в количестве пяти штук. И этот ритуал настолько сблизил двух мужчин, что этого бородатого, как называют на рынке Анатолия, знают многие продавцы. Набросок я карандашом практически не делаю. Хотя, в принципе, праня нужно делать. Эти кисточки строительного магазина стираются очень быстро на моем холсте. Вот эта изумрудная зеленая краска попадет, подмешается с другой краской. И даст очень хороший такой, своеобразный бирюзовый ткань. Она вот здесь будет. Сразу вот я делаю такой напросок, а потом смотрю, где свет, где тень. Невозможно не заметить экспрессии в движениях художника. Анатолий ловит каждый лучик света и взмахивает кистью довольно эмоционально. Непрофессионалу с первого взгляда тяжело разглядеть в хаотичных мазках будущий натюрморт. Но уже через полчаса на холсте появляется довольно интересная и яркая картина. Этот момент рождения нового произведения меняет задумчивый взгляд автора на широкую улыбку. А в глазах возникает немой вопрос. Ну как, получилось? Сегодня в Бресте проходит сразу пять выставок картин Анатолия Мелеховца. И ценители искусства наверняка ответят на его вопрос. У такого талантливого художника не могло не получиться. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ.